Если по каждому вере, я вас суд подам. Любая съемка должна быть согласована с руководителем управления культуры. Как только я предлагаю посмотреть на недостатки, чтобы нельзя было сказать, что их нет, руководители сбегают. Учатся прекрасному в абсолютно безобразном помещении. Такая жалоба пришла в проверку на художественную школу номер 15. Родители говорят, платят немалые деньги за то, чтобы дети здесь занимались от 1000 до 3 в месяц. Но этих денег в ремонте почему-то не видно. Так это или нет? Пойдем проверим. Какая музыка играет, ты слышишь, да? Сразу чувство прекрасного еще на входе начинается. Администрация города сказала, когда увидела, что нам жалуются на вас, сказал, что вам пришлет комиссию, должно было где-то перед новым годом это случиться. Нет. И посмотрят, что же у вас с материально-техническим состоянием. Так. Как комиссия? Нет, комиссии я не знаю, никакой комиссии у нас не было. За холл сразу можно поставить плюс. Посмотрите, как здесь светло. Здесь очень чисто, свежо. Мы сразу видим камеры прогресс. Видим, что и со шторками здесь все хорошо. И даже диваны не как у нас, например, в государственных поликлиниках с дырочками. Здесь с дырочками только стулья. За стулья ставим минус, а за диваны ставим плюс. Мы прям сразу прямой наводкой идем в туалет, потому что столько жалоб было от ребятишек. Ну вот пока не идем. Сейчас будем ждать, пока выйдет. Что же это за коморочка-то такая? Руки помыть можно только наедине. Сам с собой, со стенами и с отваливающимся кафелем. И горячей воды как-то не наблюдается. Скотч всему голова. В каждом туалете, в каждом учебном заведении везде есть скотч. Вот здесь, например, он держит бочок. Я, конечно, понимаю, что школа это художественная, но вот такие художества, наверное, уже надо и закрывать. Здесь очень много того, что нельзя даже показывать в эфире. Но у нас же художники. Пять лет сюда водим ребенка, туалет как был ужасный, так и есть. Вот такой отзыв присылали родители. Но не могу сказать, что он прям совсем отвратительный туалет. Ну, конечно, можно было бы и почистить, и подшаманить по ремонту, но главное замазать вот эту вот стенку. А вы не боитесь, что вот это вот как-нибудь рухнет на входящего? Не переживаете? Я понимаю жалобы родителей. Дверь и дверной косяк от одного кабинета к другому непонятно где какой хуже. Все облупилось. Кабинеты нам показывают во всех кабинетах плохие двери, плохие косяки. Приводят в приемную, к начальству. Здесь у нас всегда все хорошо. И в кабинете у директора почему-то стулья, кресла без дырочек, как у детей на первом этаже. И ремонт-то посвежее, и мебель-то поприличнее. Даже стекла в грамотах ваших многочисленных вот почему-то с трещинами. Это же опасно, посмотрите. Ну вот они все, стульчики. Я понимаю, что родители беспокоят. Например, если девочка пришла в тех же каких-то колготках, можно все это зацепить и оставить здесь. Все стулья здесь вот в таком не очень потребном состоянии, стены тоже все уже пошарпанные. Зато пластиковые окна. Сегодня, конечно, и на улице очень тепло, очень весна на улице. Но и я так понимаю, что зимой здесь тоже люди не мерзнут, потому что об окнах позаботились. Окна пластиковые. Как красиво. Это ты сама придумала, кого рисовать? Ну, это Татьяна Анатольевна нам сказала тему. А какая тема? Будем рисовать юлайку. Везде юлайки. Что ж такое? Универсиада-то уже кончилась. О, все, юлайки, да юлайки. В одной школе, вы только задумайтесь, сколько детей учатся, раз здесь есть и художественное направление, и музыкальное, и даже хореографическое. Есть специальный зал, но со станком тоже есть уже небольшие косметические проблемы, которые можно было бы решить. Если на ремонт денег недостаточно выделяют, могу судить по внешнему состоянию, то вот на технику деньги есть, но используется она вот таким иногда оригинальным способом. Телевизор, например, для того, чтобы вот так малярным скотчем сюда объявление вешать. Пыль есть. И смотрим подоконник и его чистоту. Как же здесь заботятся о детках. Ну, подоконник тоже немного грязный. Хотела я закрыть раздевалку, увидела паука. Это настоящий паук или художественный какой-нибудь? Администрация города стала активно мониторить социальные сети проверки. Когда там они увидели жалобу на эту художественную школу, обещали прислать сюда комиссию, провести некоторые исследования и потом сделать ремонт. В итоге, как мы сегодня узнали, ничего из этого они не сделали, хотя это по срокам уже должно было случиться. Поэтому мы надеемся, что теперь, после этой серии проверки, все это все-таки будет сделано. Потому что здесь есть заслуживающие этого педагоги, здесь есть большое количество детей, которые в этом нуждаются. У них есть все, кроме ремонта. Ремонт все-таки им нужно сейчас сделать. Будем надеяться, проверка на это повлияет. А я напоминаю, от проверки никто не уйдет. Если вы хотите обратиться в нашу рубрику, просто выкладывайте ваше обращение в любую социальную сеть с хэштегом проверка ТВК. Мы придем туда, где нас никто не ждет. Екатерина Кашучек, Сергей Малафеев, Новости ТВК.